Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря очень много значимых фундаментальных релизов. Мы прежде всего отчет Тайсен производственного сектора США, который выйдет в 15.00 по GMT. И также сегодня состоится выступление главы американского регулятора Джерома Пауэлла в 16.00 по GMT. Мы на этой неделе могли убедиться, насколько рынок чувствительен сейчас к заявлениям представителей американского регулятора касательно перспектив национальной монетарной политики. Здесь акцент делается на комментарии члена управляющего совета ФРС Воллера, который в начале этой недели стал источником дополнительного давления на курс американского доллара, поскольку подсветил перспективу или даже уместность снижения процентной ставки, которое должно последовать за неизбежным сохранением тенденции снижения и ослабления инфляционного давления. Я очень надеюсь, что похожие комментарии мы сегодня услышим от главы американского регулятора Джерома Пауэлла. И если действительно такие комментарии будут сделаны, то тогда американская валюта индекс доллара рискует завершить текущую торговую сессию ниже отметки 103 пункта ровно. Также помимо тех событий, которые я обозначил сегодня, в первой части торговой сессии, в начале торгового дня будут еще индекс активности производственного сектора еврозоны в 9.00 по GMT и в 9.30 индекс активности производственного сектора по английской экономике. По евро ранее мы ориентировались на тестирование сопротивления 1.10, этот уровень был достигнут и европейскую валюту оставили в покое на некоторое время. Британскую валюту я рекомендую по-прежнему держать, потому что фунт, на мой взгляд, смотрится интереснее, перспективнее, чем европейская валюта. И движение британца за последние недели доказывает то, что при развитии и продолжении развития трендовой динамики фунт может пройти куда большее количество пунктов за одну торговую сессию. Давайте по порядку. Индекс доллара, текущие котировки 103.28. Вчера вышел отчет по индексу цен производителей, индекс расходов на личное потребление, то есть триггер для Федрезерву в принятии решения касательно процентной ставки. Потому что индекс расходов на личное потребление, это тот самый релиз, который еще до выхода инфляции может указать на реальную ситуацию с потребительскими ценами. Так вот, было зафиксировано снижение в соответствии с прогнозами с 3,7 до 3,5%. И сделаем абсолютно объективный вывод, что американский регулятор получил еще один сигнал устойчивого снижения инфляционного давления, а поэтому имеет дополнительный вводный для того, чтобы принять решение от отказа дальнейшего ужесточения монетарной политики. Повышение ставки мы точно уже не ждем. А что касается анонса снижения ключевой процентной ставки, я ранее уже отмечал, что оптимисты ждут, что это может произойти уже в первом квартале следующего года. Поскольку мы получили еще одно подтверждение снижения инфляции, я думаю, что нужно быть смелее, опять же, в своих ожиданиях по ослаблению американского доллара и, соответственно, дальнейшему обвалу этого инструмента и успешному тестированию поддержки 103 пункта. Первичные заявки на пособие по безработице 218 тысяч, рост 211 тысяч. Ну, в целом, рынок остается более-менее стабильным. Наверное, сейчас в нем трудно будет найти подсказку, ответы на вопросы относительно того, как данный сектор влияет на показатели инфляции. Нужно ждать уже официальные данные Non-Farm Perls, которые выйдут уже, по сути, через неделю. Что касается комментариев Кристофера Уоллера, мы их уже разобрали. То есть, спасибо ему, что он еще раз указал на значимость для рынка решений и мнений непосредственно чиновников американского регулятора. И сегодня уже ждем Паула. От того, что он скажет, будет зависеть то, как доллар закроет текущую торговую сессию и как мы начнем следующую неделю. Золото 2040 долларов за тройскую унсу. Индекс настроений не меняется, поэтому нам не нужно менять свое представление о дальнейшем потенциале решения этого актива. Я все еще допускаю, что золото может выйти на новые локальные максимумы. И эту идею поддерживает также снижение доходности американских облигаций. Уже сегодня на азиатской сессии мы видим то, что облигации теряют на 0,4%. То есть, анализируют дневную динамику и торгуются с доходностью 4,33. Дальнейшее снижение неизбежно, поэтому золото будет логичным образом реагировать через укрепление собственных позиций и выход к новым локальным максимумам. Также сегодня еще выйдет отчет от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Учитывая то, что золото всю неделю росло, я думаю, что общий спекулятивный лонг со стороны институционалов стал еще выше и, наверное, вырастет с прошлого значения почти 172 тысячи контрактов до 180 и 190. И это потенциально может стать еще одним фактором поддержки для золота. Британская валюта 1,2640 по-прежнему опираемся на риторику руководства британского регулятора, которое уверено в том, что ставка будет оставаться долгой и гораздо дольше, чем в США. Поэтому здесь имеет место быть контраст монетарных политик и фунт сохраняет еще привлекательность для покупателей и может выйти на новый максимум. Сегодня, снова отмечу, в 9.30 по GMT выйдет отчет активности по производственному сектору. Если данные не разочаруют, соответственно, у фунта будет дополнительной поддержкой для роста. Австралиец против доллара 0,6610, цель 0,67. Рынок недвижимости подкинул дополнительный блок сильных отчетов, что в целом может стать попутным метром для австралийского доллара, поскольку число одобренных разрешений на строительство в Австралии в прошлом месяце выросло на 7,5%. Очень сильно контрастирует этот рост с показателем прошлых периодов. Выросли инвестиции в строительство на 0,7% в рамках третьего квартала. Растут продажи новых домов в прошлом месяце плюс 2,2%. Я делаю вывод из-за этой статистики, что спрос на частные дома сохраняется и постепенно восстанавливается покупательская способность домохозяйства Австралии. И в целом это позитивный вклад, конечно же, для экономики, может дополнительно подогреть интерес к австралийскому доллару. Но самое главное, что повышенный спрос на недвижимость может также выступать источником роста инфляции. Мы знаем, как Резервная банка Австралии борется с инфляцией, повышая процентную ставку, и в перспективе, в потенциале, возможно, еще одно такое решение. Доллар иена 148,10. Я не рекомендую отказываться от покупок доллара против иены, соответственно, от идеи шарта по японской валюте. Это даже больше приоритет связано с тем, что Банка Японии до сих пор не дал нам конкретных сигналов о том, что он готов скорректировать монетарную политику. Плюс ко всему, постоянно мы слышим о том, что на данный момент этот вопрос не обсуждается, и в перспективе 3-5 месяцев, скорее всего, и не будет обсуждаться. То есть экономическое стимулирование останется в приоритете. Поэтому эти самые 3-5 месяцев, ну, может быть, не 5 месяцев, ладно, во втором квартале уже точно скорректируют политику, но на ближайшие месяцы, на заход уже, на 2024 год, я думаю, что пара доллар-иена еще неоднократно протестирует сопротивление 150 иен за доллар. И рынок нефти 80.60, сейчас почти 81 доллар, максимум был почти 85 по факту решения ОПЕК. Сейчас мы знаем то, что в Саудовской Аравии в содружестве с другими странами продлили добровольное сокращение производства нефти на первый квартал, и в общем речь идет о доп. сокращении с учетом тех решений, которые были приняты ранее, на 2 миллиона баррель. Это, конечно же, не совсем то, что хотелось бы услышать, было бы классно, если бы в целом организация ОПЕК понизила квоты по добыче. Но этот сценарий тоже, наверное, рассматривался как бычий. В моменте мы видели то, что цены имели достаточно оснований для роста и пытались добраться до отметки 85 долларов за баррель. Сейчас развилась коррекция, но все-таки то, что с рынка будет убрано по-прежнему как минимум 2 миллиона баррелей в перспективе первого квартала, я думаю, что это фон, на котором можно отстраивать долгосрочные длинные позиции по нефти, что, собственно, и будем делать. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!